Новосибирские дворы На строить оборудование помогают тысячи волонтеров. Всероссийский Сабантуй отпраздновали на Михайловской набережной. Гости и местные татары показали национальную культуру в деталях. Почти полторы тысячи благоустроенных дворов. Таковы итоги создания комфортной городской среды за последние пять лет. В этом году обновят более 300 дворов. Работы на придомовых территориях уже стартовали. Все делают с учетом пожелания жителей. Скоро им предстоит оценить работу подрядчиков и перемены в родном дворе. Вероника Иванова увидела, как благоустраивать территорию на одном из участков. Реконструкцию этого двора начали с замены бордерных камней. Это прежде всего препятствует выносу грунта с газона, а также тому, чтобы автомобили не заезжали на этот же газон. Кстати, теперь здесь появятся и новые парковочные карманы. Запросы жителей многоэтажек на проспекте Дзержинского неоригинальны. Нужна детская и спортивная площадки, дополнительные места для машин. На озеленение и обновление асфальта, по словам жителей, раньше собственники собирали деньги сами. Теперь капитально реконструируют придомовую территорию совместными усилиями с мэрией и федеральным Минстроем. Первое масштабное обновление за 20 лет. При расширении мы планируем 53 парковочных места. При загрузке 48 квартир мы почти что приравниваем, что полторы машины у нас получается на одну квартиру. На пустыре сделают площадку для отдыха жителей. Здесь хватит места и для детей, и для взрослых. Будет песочница большая, воркаут, городок детский. Естественно, будут стоять вазончики, качели будут стоять с подвесами на цепях. Потому как сейчас опасные очень люди просят устанавливать качели с жестким подвесом, но это невозможно. Потому что по нормативам они не проходят, они опасны для детей. Безопасность во всем. Вместо гравия и асфальта здесь выбрали 5-сантиметровое покрытие из резиновой крошки. Здесь сделали уже планировку, будет выемка грунта. Потом здесь закатают асфальт. После этого установят здесь все детское оборудование. После чего мы здесь закатаем все резиной. Здесь будет красивое зеленого цвета покрытие бесшовное, на котором будет очень уютно и комфортно. Судьба этого двора волнует и соседей. Через него в обновленную 82-ю школу ходят дети со всего микрорайона. Ход работ контролируется совместно с жителями. И безусловно, когда будут приниматься работы, пока не будет подпись, согласующая жителей, работы приниматься не будут и оплачены, соответственно, не будут. Вот в этом гарантия выполнения качества. Потому что у нас нет сомнений, что мы выполним весь этот объем работы. 46 по федеральной программе, еще 280 – это наша программа региональное место, город и область. По проекту в этом дворе предстоит посадить крупномерные голубые ели, сирени и в качестве декора будут камни. Их привезут с Алтая. Вероника Иванова, Денис Савинский. Новосибирские новости. 17 тысяч звонков с вопросами о цифровом телевещании поступили на горячую линию в первые два дня после перехода. Чтобы ответить на все, увеличили число операторов колл-центра. Три четверти сообщений с просьбой о помощи с настройкой оборудования поступило от жителей Новосибирска. Чаще всего звонили пожилые, одинокие люди и инвалиды. Настроить новое оборудование жителям помогали почти тысячи волонтеров. Сейчас ажиотаж спал. Сегодня ожидают не больше тысячи обращений. 400 жителей получили деньги на покупку нового оборудования. Еще столько же заявок сейчас рассматривают. Новосибирская область перешла на новый формат вещания с 3 июня. В городе и области эту работу курировали руководители районных администраций. С главами, с заместителями решали вопросы, как нам наиболее эффективно помогать нашим гражданам. Могу отметить, что на территории города Новосибирска главы тоже очень ответственно поступили. Они давали и транспорт дополнительным волонтерам для того, чтобы сократить время реагирования. И нашим гражданам было максимально комфортно. Данил! Госавтоинспекторы учат новосибирцев регулировать дорожное движение и ловить нарушителей. Стать сотрудником ГАИ на один день может каждый. Сегодня новички осваивали азы патрулирования и учились выписывать штрафы за неправильную тонировку. В новой роли попробовала себя и наш корреспондент Анна Буянова. Здравствуйте, стажер полка ДПС Анна Буянова. Предъявите, пожалуйста, ваши документы, водительское удостоверение, страховку. Жезу вместо микрофона сегодня берут в руки журналисты. Попробовать себя на службе в госавтоинспекции предлагают всем. Большой интерес к профессии проявляют и студенты. Автомобиль показывает, что у вас. Показывает, что у вас. То есть, как всегда, только интересно, чтобы не видел раз. Запомнить сигналы просто. Важно правильно их применить. Одно неверное движение и на дороге аварийная ситуация. Типичная ошибка новичков. Чтобы поймать нарушителя, подать сигнал жезлам порой недостаточно. Приходится применять оружие, участвовать в погонях и рисковать своей жизнью. Некоторые люди ведут себя неадекватно. Начинают конфликтовать, руки распускать. Приходится применять не физическую силу. А стрелять приходилось? Еще пока нет. Большинство у нас в городе Новосибирске граждане спокойные. Такой график работы и нагрузку осилит не каждый. Но профессия интересная. В этом убедились все участники акции. Быть инспектором ДПС – это не просто надеть форму, жилет, взять жезл и рацию в руки. Это 12-часовой рабочий день, причем практически на ногах. Да и поступить на службу не так-то просто. Даже участников акции, перед тем, как выдаст им жезл в руки, проверяли по всем базам данных. А при поступлении на службу кандидатов еще и проверяют на детекторе лжи. Примерить на себя роль автоинспектора можно до 14 июня. Регистрация на участие уже закрыта. Кто не успел в этом году, ждут в следующем. Что можете сказать по поводу наших стажеров? Как относитесь к стажировке в полку ДПС? Чем больше сотрудников на улице, тем порядка больше. Я так думаю. Анна Буянова, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Новосибирск принял всероссийский сабантуй. В наш город приехали представители 30 регионов России. Гости из республики Татарстан организовали татарское подворье. Здесь можно было познакомиться с обычаями, народными играми национальной кухни. Ради этого на Михайловскую набережную пришли тысячи новосибирцев. Александр Сульдин наблюдал за борьбой на поясах и проверял свою сноровку. Целый спектакль без слов из жизни русских, следом не менее красочная постановка из жизни татар. Символично. Два народа сотни лет живут бок о бок. Особенно важна такая дружба для Новосибирска, многонационального города. Вот и принял мегаполис гостей со всей страны. Сегодня мы показываем как раз уровень федерального сабантуя. То есть все лучшие татарские национальные и спортивные мероприятия и культурные приехали в Новосибирск. Это такой срез татарской культуры сегодня у нас в Новосибирске. Поэтому с праздника всех нас поздравляю. Это в первую очередь для Новосибирска праздник культуры, спорта и дружбы. Не только песни гостей из Татарстана разбили на Михайловской набережной целое подворье. Знакомство с ремеслами, борьбой на поясах куреш. Игра битье горшков. Для начала у меня сбивают ориентировку, потом отправляют вперед. И вот этим вот шестом я должен попасть по горшку. Надо сказать, это достаточно сложно, хотя мне подсказывает. На набережной тысячи новосибирцев и гостей из 30 регионов России Дина Гореева пришла с сыном Гордею полтора года. Ну сегодня мне очень понравилось, что многочислено, понравилось, что представлено на самом деле и быт татар вот таким вот образом, совершенно широко. И конечно же, то настроение, которое витает в воздухе, вы же им тоже заразились уже. Вот это вот, наверное, доброта, которую нам всем всегда хочется почувствовать и не только давать, но и получается, вот ее сегодня можно здесь поймать. В дни Сабантуя праздника окончания посевной в Новосибирске укрепляли не только культурные связи. Региональные власти подписали соглашение о сотрудничестве в экономике, науке, сельском хозяйстве. Я уверен, что горизонтальные связи, они очень важны. Регионы, это Новосибирский регион, огромный рынок для нас. Татарстан, огромный рынок для Новосибирской власти. Сегодня есть задел. Наши ученые поставляют технологии татарским нефтяникам. Мы подсмотрели проект регионального волейбольного центра, строим на основе проекта Казанского. У наших авиастроителей совместные изделия. Мы с общими усилиями изготавливаем самолеты. Теперь будут сотрудничать при создании лекарств. В соглашении республики и области прописано взаимодействие фармпредприятий. Александр Сульдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Департамент по социальной политике мэрии приглашает активных пенсионеров в городской центр серебряного волонтерства на Серебренниковской, 23. Если вам исполнилось 55 лет и вы готовы стать наставником для молодежи, быть в гуще событий, помогать людям и делать это в хорошей компании, звоните на горячую линию 8-953-764-4141. Ждем вас на Серебренниковской, 23. Добровольчество – залог активного долголетия. Результаты трехдневной лаборатории Театра современного танца представили в Новосибирске. Что это за направление, почему оно актуально и как его развивают? О художественном действии, непривычном пока для новосибирской публики, в рубрике «Год театра» расскажет Екатерина Макаркина. Семь одноактных спектаклей, участники из разных городов, то, что уже покорило ведущие в фестивале, премьеры и результат трехдневной лаборатории. Все за один вечер. Такая насыщенная программа окунает в мир современного танца с головой. В первую очередь мы знакомимся с другими коллективами, хореографами, танцорами. Во-вторых, это нам, опыт работы на сцене, в другом городе, на другого зрителя абсолютно, в другом театре. Мы можем делиться своими мыслями танцем и смотреть на то, как работают другие коллективы в современном танце, изучать его. Точного определения, что такое современный танец, не существует. Его основа – эксперименты поиск. Тенденция к визуальному восприятию информации человеком и язык тела рождают подсознательный диалог между артистом и зрителем. Трактовать увиденное можно как угодно. Любое художественное высказывание направлено на то, по моему мнению, чтобы у зрителя появился определенный опыт, который основан на его собственном опыте. Он переосмыслил то, что у него уже есть. В коммуникации с другими людьми, которые приходят смотреть то же самое и видят чаще всего абсолютно другое, противоположное. Собирает единомышленников под одной крышей независимая танцевальная компания из Академгородка «Синэстетика» и общие у участников взгляды не только на танец, но и на мир. Каждый из спектаклей рассказывает про нас всех сегодняшнего дня с проблемами и страхами. Супер-остросоциальные вещи, которые на самом деле для меня, как для организатора этого события, где-то в какой-то момент даже вызывают небольшое волнение, потому что… Ну и время такое, да. Мы сейчас понимаем, что говорить иногда лучше промолчать, да. Поэтому язык тела в том числе, потому что он более доступен, хочется верить. «Синэстетика» появилась в Новосибирске всего четыре года назад. За развитие направления сразу взялись плотно. Появляются все новые и новые проекты, и можно смело утверждать, Совсем скоро такой вид театра займет достойное место в сердцах и умах зрителей. Екатерина Макаркина, Денис Савинский. Новосибирские новости. Почти миллион рублей собрали новосибирские футболисты-любители для детей-сирот. Юбилейный турнир по мини-футболу прошел в минувшие выходные. Поддержать участников приехали и профессиональные спортсмены. Подробнее об этом Владимир Киселев. Здесь собрались настоящие любители футбола. Ведь не каждый готов мокнуть под дождем и болеть за своих. На вопрос, чем нравится футбол, спортсмены отвечают просто. Во-первых, просто лежит душа. Во-вторых, для футбола что нужно? Нужна более-менее погода, даже, наверное, не погода. Нужна мяч, ноги и люди заряженные. У нас все это есть в Альфе. Поэтому футбол. Все футболисты в повседневной жизни – офисные работники. Участие в этом турнире платное, а собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам. Это уже десятый по счету чемпионат по мини-футболу. Поддержать участников приехал и обладатель Кубка Гагарина хоккеист Константин Акулов, который сейчас играет в московском ЦСКА. Нападающий столичной команды призывает поклонников разных видов спорта объединяться ради детей. Я и футбол очень сильно люблю, и сам чуть-чуть занимался. Так что на футболе тоже очень интересная игра, очень самая популярная игра даже. Так что, я думаю, и игроки, и болельщики получат удовольствие. И самое главное, что играют не просто, а ради детей. Это самое главное. Собранные деньги направят на один из благотворительных проектов фонда «Солнечный город». Сейчас их более десяти. Каждый поддерживает детей, оставшихся без родителей. Все проекты направлены на системную помощь детям, оставшихся без подпечения родителей. Есть проекты, которые направлены на помощь приемным семьям, чтобы дети повторно не оказались в детском доме. Есть у нас прекрасный проект «Наставничество» – это дружба с ребенком из детского дома. Есть проекты, которые помогают модернизировать детские и сиротские учреждения и улучшать качество жизни детям, которым мы помогаем. В этот раз благодаря любителям футбола удалось собрать 900 тысяч рублей. Владимир Киселев, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова